Приветики! Очень много новой бижутерии, поэтому если вам нравятся такие ролики, оставайтесь со мной и поехали! Давайте, наверное, начнем с того, что на мне. Это просто шикарные сережки, они необычные. То есть они так интересно сделаны, что эти кольца засовываются в уши и держатся исключительно на собственном весу. Отдельно к ним идут вот такие вот прикольные цепочки, на которых есть кристалл, который очень красиво блестит. И можно их носить с кристаллом, можно носить без кристалла. Вы, может, знаете, помните, я вам рассказывала, когда-то в молодости у меня были туннели, и я планирую их зашить, но пока месть у меня нету, как их зашить, поэтому... Купила новый держатель для телефона, уже три раза гэпнувся, я буду такой иногда поглядывать, потому что если я развездячу этот телефон, то снимать буду на Nokia 3310. А нету, знаете, что, буду снимать на такую, что стоишь крутишь, и оно черно-белое без звука крутит. В общем, эти сережки реально очень классные, я вам действительно их советую, они очень прикольно смотрятся, даже если вы такая более элегантная, а не такая экстравагантная, как я. Так, продолжаем обзор коробочки Tardo, это серебряная бижутерия, ссылочки на все товары, как всегда, в описании. И если хотите получить скидку, тогда, когда пишете продавцу заказ, чего вы хотите заказать, напишите дату выхода сегодняшнего ролика и мой ник, блесточка88, и получите хорошую скидочку. Так, по подвесочкам, сейчас одна на мне, я ее, когда вчера получила, сразу себе прицепила. И мне как-то раз были написали, типа, что золотая цепочка у меня есть, и что это за цепочка, где ты ее взяла? И такой вот, золотая цепочка, подаренная мужем! Уже реально золото обсырают, но я не знаю, ну что за народ, ну что за люди, капец какой-то! В общем, очень красивый камушек, просто невероятно блестит, он огранен не просто так, знаете, как делают там 5 огранок, типа так, по дешевке, очень много в нем граней, он переливается, просто невероятно, глаза вылазят. Короче, очень крутой, буду его носить. Такая симпатяшная, это как ловец снов, здесь идет три перышка и бирюзовый камушек, она, мне кажется, будет красива на какую-то белую ниточку, и чтобы она вот так вот в ямочке лежала. В общем, если у вас есть девочка манюсенькая, там, ну, подросток, дольца, или там кому-то заказать вот такую бижутерию, с ними идет, кстати, тряпочка, вы себе тряпочкой натираете, и они блестят, как новые. В ложе, в котором лежит этот камушек, здесь черепки и короны, это, конечно, такое экстравагантное, более панк-рок, я бы так назвала, и мне не очень нравится, что камень просвечивает, сзади видно основу серебряную эту, и оно дает такой не очень красивый блеск, то есть такой вот экстравагантный, я бы так назвала. В общем, кому нравится, конечно же, можете себе приобрести, но для меня он такой чуть-чуть, конечно, не блестит он так, как я люблю. Моя подвесочка, она будет красива, наверное, тоже, если вот ее где-то сюда повешать, тоже вот в ямку сейчас очень модно, это, знаете, здесь такая как ложка мне напоминает, и над этой ложкой красивый черный камушек. Здесь у меня с сайта Say You Say Me, и тут у меня, кстати, сережки тоже с этого сайта, и тут у меня тоже набор еще из разных сережек. Единственное, с чем я, конечно, прогадала, ну, я просто уже не знала, что взять, думаю, возьму, попробую. Вот такие вот пружинки, это идут как обманки на хрящик ушка, то есть цепляется такая как пружинка, поняли, на хрящик. Я их взяла, не знаю для чего, но я знаю, что у меня ничего не пропадет, потому что у меня подрастает Злата, а когда Злата увидит, что у мамы проколота губа, и мама такая ух, то в любом случае захочет, и дабы избежать момента того, когда дети начинают уже переусердствовать и хотеть заниматься уже всякими глупостями, как я, например, с туннелями, то можно им позволить поносить обманки, чтобы они перегорели, потому что запрещать ребенку нельзя. Если вы запретите, это будет так, как у меня, я просто это сделаю втихаря. Вот эти сережки очень красивые, они вот именно основой держатся в ушке, то есть у вас будет видно просто колечко, на самой мочке на ней висит цепочка и кристалл. Кристаллики, боже, я так люблю, когда такие кристаллики висят, они просто так мило смотрятся, ну, конечно же, на любителя. Также я еще заказала гвоздики в форме цветочков, такие милюшные, я буду засовывать их в рящик, потому что недавно у меня были гости, и я половину всего раздарила. Кстати, хочу сделать гивеуэй, только еще посмотрю, как это правильно делается, так как я это буду делать только второй раз, и хочу сделать розыгрыш на три таких серебряных вещи для вас, и разыгрывать буду я, это будет лично от меня, так что, надеюсь, в следующем видео я расчехлюсь, как это правильно сделать, как потом правильно найти победителя, и отправлю вам подарки, тем, кто выиграет. Вот эти тоже дуже крутые, они такие, вы засовываете, и кольцо вот так блестит, тут тоже камушек внутри, а сверху просто... Ой, бог ты мой, как же оно называется? Пластина, очень прикольно тоже переливаются, все такие необычные. У меня был заказ из сайта Say You Say Me и из сайта Tardo. Сейчас я вам покажу свои новинки, с сайта Emanco, это тоже очень такая популярная, хорошая, в качественной бижутерии. Скажите мне, куда еще вот этот скрипичный ключ на шею? Если по чесноку, я бы вот так, блин, надела и пошла, вот правда. Я просто, ну, уже в связи с тем, что я веду канал, и меня многие смотрят, я стараюсь больше придерживаться как-то мнения, смотреть там, что модно, что не модно, но если бы это было еще до того, как я делала канал, у меня ограничений не было. Это не потому, что я там, ну, вкуса не имею, я вижу, когда там кто-то одет, но просто у меня вот вкус такой специфический. И даже если мне 30 человек скажут, что некрасиво, я буду считать, что это красиво, но все равно буду придерживаться как-то больше 50 на 50, скажем так. Начинается скрипичный ключ. Здесь идет не бисер, а ограненные камни, такие как не бисеринки, как чешское стекло, и, собственно, на золотой основе такая необычная скульптура. Основа эта веревка, она плеченая, очень прикольно сделана, здесь есть цвета оранжевый, зеленый, желтый, то есть если одеть какое-то летнее такое яркое платье пестрое, прям под мои ногти типа, то можно, конечно же, одеть эту штуку, почему бы и нет. Кстати, девчонки спрашивали меня по поводу ногтей, скажу, что ногти я пока сейчас делаю сама, потому что у меня такая произошла кунг-фу, чуть-чуть отвлечемся. Моя девочка маникюр, которую мне делала, она решила сменить место жительства, и она уехала, и мне пришлось искать другого человека. У нас никто не хочет заниматься акрилом, потому что это очень долго, и, типа, за 500 гривен никто тебе там делает, ну, типа, за 500 гривен никто не захочет их делать, а за 300 они тратят слишком много времени, им легче сделать простую чистку, типа, или лак, короче, акрила не найти. Вот, я нашла все-таки, ну, девочку, которая это делает, я записалась к ней в первый раз. Это было где-то, может, полгода назад, я делала у нее педикюр. Утро, я знаю, что мне уже к ней ехать, я собрала Злату в садик, у нее поднялась температура, и я ей пишу, что, извини, я сегодня не смогу прийти, у меня у ребенка температура, она мне просто... Ну, даже нема на кого ее оставить с температурой, потому что, ну, я так не могу. Она, да, да, все хорошо, потом пришло где-то вот это, ну, месяца 4, я снова записываюсь на носе, так как моя девочка уехала, она меня записывает, я пришла, она мне очень хорошо сделала, мне все понравилось. Я записываюсь через месяц, у нее слишком, типа, большая очередь, она даже на месяц вперед. И я помню точно, что она мне сказала 20-го числа, вот хоть убей меня, вот мне до сих пор 20-е число, вот я помню, что я должна была к ней прийти, оказывается, я должна была прийти к ней 18-го числа. 18-е число это было позавчера, понимаете? А позавчера она мне написала в 10 часов утра, что я сегодня записана на 3 дня, ну, на час дня. А я смотрела фильм и заснула, и выключила звук в телефоне. То есть, если бы я реально не заснула, я бы увидела эту смс, я бы пришла. А я проснулась без 3 минут час. Я ей пишу, блин, капец, короче, вот я паскуда такая говорю, опять провтычила. А она мне отвечает, извините, но я говорю, то что же, мне опять через месяц записываться? Она мне пишет, извините, но следующая запись будет только по предоплате. Я пишу, да, хорошо, типа я скину там деньги на карточку или лично тебе принести. Она мне говорит, что вообще вернулась ваша, типа, если хотите, возвращайтесь к ней. То есть, типа, пошла ты нахер. Вот так, грубо говоря, пошла ты в жопу, типа, за своими ногтями, и вообще мне неприкольно тебе ее делать. Поэтому делаю пока сама. И очень даже ничего, накупила себе лаков, камней, короче, здесь у меня такой, типа, крестик, Сваровский взяла, красивый, в общем, пойдет. Так что я вообще в шоке с этой сферой обслуживания. Прибывает такое, что забываешь, но за день предупредить как-то, я не знаю. А я прям была уверена, что 20-го числа. В общем, возвращаемся к бижутерии далее. А, забыла вам показать. Также у меня еще вот с этого сайта есть вот такое кольцо. Это открытые цветочки. Сейчас сбоку будете смотреть. Очень прикольно тоже смотрится. Видите, я вся уже сейчас в серебре тонкий. Жалко, что руки еще мало загорели. Ну, прикольно. Раньше всю жизнь носила серебро. Так, это у меня заказ, это эманку. Смотрите, какие офигенные сережки. Вот они даже под этот образ бы круто подошли, правда. Они исполнены из дерева. Сверху идет, типа, плетение. И вот эти деревяхи. Если вы смотрели мои влоги, то я во Львове и у нас тут, я их не снимаю. Скоро мне придет еще один заказ с эманку. Я там заказала еще две пары, тоже деревянных, но чуть иначе. Они мне так понравились. Они реально, знаете, под все. Под леновые штаны, типа, из льна, под легкое такое платье, да, типа. Ну, короче, они идут какие-то универсальные, на мой взгляд. Может, для некоторых просто сильно большие, но они реально круто смотрятся. Правда круто. Тигровые вот такие, с палочкой. У меня есть тигровая юбка. Кстати, следующее видео я планирую записать. И я заказала очень много одежды. Короче, там будем переодевашки устраивать. Ой-ой-ой. Как вам юбку? Купилась такую тигровую юбку. Она получается на резинке тонкой. Сейчас, короче, покажу. Смотрите на эту симпатяшку. Это фирма Asus. Резинка и тигровая. И пусть все говорят, что тигровые юбки не в моде, и тигровый принт не в моде. Идите лесом. Всегда он в моде. Всегда. Во всех коллекциях всегда присущий тигровый принт. Везде. Сережки. Это юбка. Почему она классная? Она, видите, идет такая, типа, стоит. Ну, как с плащевки. Талию подчеркивает и надувается. Ноги кажутся тонюсенькие, талия кажутся осиная. Короче, я эту юбку одела, пошла гулять. Девчонки говорят, блин, тебе так классно. Вот для маленьких девочек, вот таких маленьких, ростом, как я, у кого еще такие ножки не особо тонкие, то она визуально просто делает чудеса. Вот правда. Я давно знала, что мне такое идет, но оно реально очень классно. И как раз под эту юбку, собственно, и заказала эти сережки. Так, знаете, чтобы оно гармонично смотрелось. Мне кажется, прикольный такой наборчик. Следующие мои сережечки, это, типа, какая-то галактика. Мне сразу, не знаю, очень модные были где-то лет 10, наверное, назад. Тяж, не 10, мне было 20. Да, да, таки 9 лет назад золотые такие сережки. Помните, с такими шариками? Там золото было, типа, ну, на грамма золота было 3. Они надувались, такие объемные. Ты одеваешь эти сережки, кажется, что это как богато. У тебя тут полкило в ушах висит. В общем, тоже очень прикольно. Я их одеваю, когда делаю дунку какую-то на голове. И тоже снизу ничего не одеваю. Очень прикольно смотрится. В принципе, на этом у меня все. Следующее видео со шмотками. Я вас всех очень сильно люблю. Надеюсь, вам не надоели еще вот эти мои заказы бижутерии. И в следующем видео, думаю, еще сейчас рассмотрю, почитаю информацию, как сделать правильно гивауэй. Я вас всех очень сильно люблю. Пока. Продолжение следует...